В первом полугодии 2022 года широкое распространение получили преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За шесть месяцев их зарегистрировано 563. Всего в органы внутренних дел поступило 32 097 заявлений и сообщений о противоправных действиях. Сегодня в МВД по Карачаево-Черкесии подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие. Подробности расскажет Мадина Каракетова. Открывая заседание, министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Олег Мальцев отметил, что работа министерства была скорректирована с учетом возможных попыток дестабилизации общественно-политической ситуации на территории республики. Работа по обрисчению экстремистской и террористической деятельности оставалась приоритетной. Благодаря принятым мерам сохранен контроль за оперативной обстановкой. В ходе проведения мероприятий сотрудниками правоохранительных органов выявлено больше преступлений в сфере незаконного оборота оружия, наркотиков, коррупционных преступлений, что привело к росту регистрации преступлений. Имеются положительные результаты и наработки по целому ряду других направлений на коррупционную деятельность. Также укажу, что по итогам первого квартала, в связи с ситуацией на Украине и продолжающимися санкциями отношения России, мы прогнозировали рост преимущественных преступлений, в том числе краж, что и произошло. Министерство, несмотря на достигнутые результаты, имеются и проблемы, отметил главный полицейский республики и указал участникам заседания на необходимость дать принципиальную оценку работе и наметить меры для устранения недостатков. С основным докладом о результатах оперативно-служебной деятельности подразделений МВД в первом полугодии 2022 года выступил заместитель министра Александр Середа. Он доложил, что в отчетный период увеличилось число зарегистрированных преступлений. Это связано с новой наступательной позицией Министерства и правоохранительных органов республики по борьбе с криминалом. Проведенная работой выявлена почти на 23% больше наркопреступлений и на 29% коррупционных преступлений. Но на увеличение регистрации сказался и такой негативный фактор, как 10% рост числа совершаемых краж, основу которого составил двукратный рост краж из магазинов. Одновременно на 25% вырос массив тяжких и особо тяжких преступлений. Рост краж оказал свое влияние на преступность в общественных местах, которая возросла почти на 8%. Такая ситуация, по словам Александра Середы, была предсказуема в связи с санкциями. И личный состав благословения нацелен на всестороннюю профилактическую работу. И серьезного всплеска криминальной активности полицейские не допустили. Александр Середа более подробно остановился на отдельных сферах деятельности. Министерство, проанализировав работу подразделений, отметил недостатки. К полицейским обратился специальный гость заседания, председатель Народного собрания Александр Иванов. Он приветствовал присутствующих от имени руководства республики и отметил, что руководству МВД удалось выстроить качественное взаимодействие с властью и родственными структурами, что непременно отражается на общественно-политической ситуации в республике. Вы выполняете работу непосредственно защищая население, правонарушения и республики. И, конечно же, это зависит от настроения республики, развития нашей республики, от той работы, которую вы сегодня проводите. Хочу в преддверии сфероприятия республики тоже пожелать нам всех успехов. И будет много мероприятий, много гостей. И хотелось бы, чтобы наша республика выглядела достойно и уверен, что МВД в этой части свою работу выполнит, как и положено. Министр МВД выполнил приятную миссию, вручивая отличившимся сотрудникам подразделений Министерства внутренних дел заслуженные награды. Незаким офицерам были присвоены очередные звания. Мадина Каракетова, Ислам Урумов, Вести, Карачаева, Черкесия.